Пришел на пристань в Аланье. Открылся здесь хороший вид, такой красивый. Панорамы гор, море, корабли стоят. Взял вот сок гранатовый. Свежевыжатый прям при тебе делают. Цена 25 лир. 25 лир это 100 рублей. Мне кажется, нормальная цена. Кстати, здесь Wi-Fi есть на набережной. Набережная такая очень благороженная, чистая. Ну к Wi-Fi не смог подключиться, там что-то на турецком было, а в принципе он не был уже. Вот экскурсии всякие. На кораблях таких, пиратов Карибского моря. Красота. Кажется, больше 20 градусов. Вот такие яхты стоят. Замечательно. Прям как в кино. Панорам. Народ гуляет здесь. Рыбачит. Маяк. Туда даже сходить можно, как я понимаю. Решил к маяку прогуляться. И здесь, как я понимаю, отели или жилые дома, или одновременно. Конечно, с таким видом жить это весьма интересно. Сейчас вот такая бухта искусственная. Вот еще пирс. Пирс идет. Волны режет. Вот море бескрайнее. Получается, Анталия находится в бухте. Красота вообще. Солнце. Особенно интересно, когда в России минус 31. Да, конечно, разница в 50 градусов. Замечательно. Кстати, еще одна особенность. Здесь, как я понял, в основном аптеки не работают в воскресенье. Сегодня воскресенье, и мне нужно было в аптеку. В итоге я только лишь в четвертую аптеку попал. Вот так вот. Очень красиво яхты здесь стоят. Красота под парусом. Такое, конечно. Еще какие-то тягачи стоят внутри больших. Вот интересно, на горе строение. Отсюда не видно, но там, получается, террасами сделана дорога. Видно, машинки поднимаются. Очень хорошая погода. Сверху он хвойный лес. Очень, конечно, умиротворяет такой легкий бриз на море. Небольшой плеск волн. Значит, сегодня хорошо будет загорать. Потому что ветра почти нет. А вот и маяк. Он сейчас, конечно, думаю, не работает, потому что есть навигационные системы у кораблей. Это раньше работал. В прошлом веке он. Так думаю. Ну, или может, он для красоты только лишь работает. Но весь исписан. Он не снижится, отдыхает. Старается. Там на горе, вон, крепость. Интересно, как туда попадает.